Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И поскольку сегодня 23 февраля, то и имеет смысл рассмотреть вопрос о том, связан ли как-то 23 февраля и праздник в этот день с налогами. И действительно, если посмотреть письма Минфина, которые затрагивают этот вопрос, то можно увидеть, что определенные налоговые последствия в связи с 23 февраля возникают. А именно налоговые последствия, связанные с подарками, которые осуществляются в 23 февраля. Так, в письме от 17 января 2013 года был затронут вопрос о том, необходимо ли облагать подарки на 23 февраля, а именно это были билеты на экскурсию, в том случае, если они оплачены профсоюзным комитетом. Но при этом здесь следует заметить, что оплата производилась за счет средств, которые перечислены организации. Так вот, рассматривая данный вопрос, Минфин указывает на то, что данная оплата и, соответственно, доход, который возникает у работников, он не подпадает под освобождение, которое предусмотрено пунктом 31 статьи 217. Налогового кодекса. Ну, в данном пункте предусмотрено, что не облагаются НДФЛ, выплаты, которые осуществляются профсоюзной организацией за счет членских взносов. Ну, а как я уже сказал, здесь билеты приобретались не за счет членских взносов, а за счет денег перечисленных организаций. Вместе с тем, Минфин не исключает, что оплата стоимости билетов на 23 февраля может быть освобождена от НДФЛ в том случае, если стоимость соответствующих билетов не превышает 4000 рублей, поскольку такое освобождение предусмотрено в пункте 28 статьи 217 Налогового кодекса. Следующее письмо Минфина связано с налоговыми последствиями по налогу на прибыль в связи с приобретением подарков к праздничным дням, в том числе к 23 февраля. Рассматривая данный вопрос, Минфин указывает на то, что вообще расходы должны соответствовать требованиям, которые установлены в статье 252 Налогового кодекса. То есть расходы, чтобы учитываться по налогу на прибыль, должны быть направлены на извлечение налогоплательщикам доходов. Однако, по мнению Минфина, поскольку выплаты, связанные с праздничными днями, в том числе связанные с 23 февраля, не связаны с производственными результатами работников, то, значит, такие выплаты и не направлены на извлечение дохода налогоплательщикам. Соответственно, выплаты на 23 февраля не могут быть учтены по налогу на прибыль. Ну, здесь вообще следует заметить, что эта позиция Минфином высказывается регулярно и давно. Таким образом, налогоплательщикам и налоговым агентам следует принять во внимание данное разъяснение в целях того, чтобы не подвергать себя налоговым рискам, когда они осуществляют подарки на 23 февраля. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.